Здравствуйте, дорогие друзья! В сегодняшнем видео будут изложены умения и навыки, которые появляются у младенца к определенному периоду развития, в частности, к трём месяцам. Также будут представлены советы психолога под действием родителей. Эти советы помогут родителям лучше понять малыша, активно строить контакт с ним и развивать его. Однако помните, что незначительные задержки или опережения развития вполне допустимы. И каждый ребёнок индивидуален. Психическое развитие ребёнка раннего возраста тесно связано с проявлениями интереса к окружающей действительности и стремлением познать свойства и качества предметов. Интерес ко всему новому является основой развития любознательности, а в дальнейшем и познавательном деятельности. Разберём навыки и умения, которые ребёнок должен овладеть в трём месяцах. Ребёнок не бойтесь избаловать своего ребёнка. До трёх месяцев это невозможно, так как он ещё не способен сохранить в памяти приятные ощущения от укачивания на руках, но почувствовать и полюбить вас, близиться с вами способен. Первые две-три недели у ребёнка почти нет контакта с внешним миром. Малыш прислушивается к тому, что происходит в нём самому. Если он устал, голоден или болен, он плачет. Если же неприятных ощущений нет, ребёнок мирно спит. После трёх недель он, наконец, замечает окружающий мир, и в это время он учится осознанно управлять своим телом. Двум месяцем малыш узнаёт близких, но не реагирует на чужих. Родители должны стать для него не только мамой и папой, но и доктором, учителем, сверстником, другом, психологом и так далее. Одним словом, всем. Так как именно в этом возрасте ребёнок концентрируется на вас и через вас знакомится с окружающим миром. Малыш хоть и крохотный, но уже бурно развивается. Физиологический, эмоциональный, интеллектуальный. Трём месяцем начинает малыш разглядывать всё вокруг себя. И в это же время он старается ухватить ближайшие предметы, так как руки, до того сжатые в кулачки, разжимаются. Сначала эти движения не уверены, и ребёнок часто не достигает цели. Но с вашей помощью он скоро этому научится и улыбнётся вам. Владелец улыбается к голосу. У него появляются интересы, положительные отношения к людям. Совершенствуются зрительные реакции. Ориентируется в пространстве. Реагирует на звуки свет. Фиксирует взгляд на предметах. Видит предметы на расстоянии. Ребёнок обращает внимание на подвешенные игрушки. Рассматривает их, пытается дотронуться. В трём месяцах ребёнок поднимает голову и удерживает его, поднимаясь на локтях. Также в трём месяцах ребёнок должен засыпать на улице без пустышки. Владелец может некоторое время находиться в одиночестве, в кроватке, в коляске, развлекая себя самостоятельно и засыпать без укачивания. Кроме того, к трём месяцам он должен подавать признаки недовольства при необходимости замены подгузника. А сейчас разберём речевые навыки, которые формируются к трём месяцам. Малыш, вокализируя спонтанно, издаёт отдельные гукающие звуки. Переходим к советам. С желанием ухаживайте за ребёнком. Не давайте ему долго плакать. Успокаивайте и отвлекайте его. Ищите причину плача и пытайтесь устранить её. Каждое утро должно начинаться с радостной улыбки мамы и проведения гигиенических процедур. Они заключаются в умывании личика и ручек, смене подгузника и подмывания. Ежедневные процедуры будут формировать у малыша полезную привычку к чистоте. Недопустимо, чтобы остатки мочи или фекалий раздражали кожу ребёнка. Поэтому замена подгузников должна проводиться каждые три часа. Поскольку детская кожа очень нежная, её по эфирности необходимо обрабатывать детским кремом или присыпкой. После кормения кладите на 5-10 минут ребёнка на живот. Минимум 3 раза в день. Даже если он выражает недовольство. Это необходимо для формирования привычки держать головку малыша. Постепенно эта процедура войдёт у него в привычку. Мышцы шеи и спинки натренируются. С каждым днём он будет всё больше времени проводить на животе и созерцать окружающий мир из этого положения. Для укрепления физического здоровья малыша необходимо ежедневно делать массаж. Не ленитесь. Делайте малышу массаж. Привлекайте внимание ребёнка погремушками. Задевайте за них его рукой. Игрушки должны напоминать птицу, человека, животного. Но они не должны издавать слишком громких и резких звуков. Ухаживайте за ребёнком. Ласково беседуйте с ним. Произносите его гуканье, но не мешайте малышу, когда он вокализирует сам с собой. Для того, чтобы ребёнок начало гукать, с ним необходимо играть. Хорошо, когда малыш будет слышать песенки и потешки. Важным воспитательным моментом является необходимость приучать ребёнка спать в собственной кроватке и проводить в ней самостоятельно некоторое время. Каждое действие, которое связано непосредственно с ребёнком, следует комментировать, рассказывать. Как надеваются штанишки, кофточка, как меняется памперс и так далее и тому подобное. Всё это надо рассказывать ребёнку. Беседуя со своим ребёнком, старайтесь улыбаться, каким образом будет закладываться культура общения. Для того, чтобы в будущем у малыша не закрепилась вредная привычка, не позволяйте ему сосать пальчики. Улыбайтесь ребёнку. Эта публикация является научно-популярной и носит информационный характер. По данной тематике написаны сотни книг, снято много видео, защищены десятки диссертаций. Поэтому о всех сторонах проблемы рассказать в небольшом видео невозможно. Автор изложил, что считает важным. Если вы чувствуете, что не справляетесь с ситуацией, то прежде всего необходимо получить поддержку от близких или от психолога. Пишите в комментариях или на электронную почту, и я обязательно вам отвечу. Консультация бесплатна. А чтобы не пропустить очередное видео, не забываем ставить лайки и подписаться на мой канал. Здравствуйте, дорогие друзья! В данном видео будут изложены умения и навыки, которые появляются у младенца в период от 3 до 4,5 месяцев. Эти также будут представлены советы психолога по действиям родителей по развитию этих навыков и умений. Эти советы также помогут родителям лучше понять малыша, активно строить контакт с ним. Помните, что незначительные задержки или опережения вполне допустимы. Психическое развитие ребенка раннего возраста тесно связано с проявлением интереса к окружающей действительности и стремлением познать свойства и качества предметов. Интерес ко всему новому является основой развития любознательности, а в дальнейшем и познавательной деятельности. Помните, что максимальный темп развития у человека – первый год в жизни, а самые активные изменения как раз проходят с 3 по 4 месяц. И родителям надо проявлять максимальное участие в развитии ребенка. Причислим навыки и умения, которые малыш должен овладеть в период с 3 по 4 с половиной месяца. У младенца появляется способность в общении со взрослыми. Возникает способность захватывать и доставать игрушки. Увеличивается интерес к зрительному обследованию окружающего мира. Малыш стремится ощупывать предметы. Крик становится разным. Он учится управлять поведением мамы. Выражен интерес к собственной руке. Играет со своими руками и использует их для изучения предметов. Подносит к глазам, трясет, тянет в рот. Появляется оживленная эмоциональная реакция, сопровождающаяся двигательной и голосовой активностью. При виде взрослых людей, особенно близких. Ворочат головой на звук. Лежит на животе. Высоко поднимает голову. Чтобы увеличить угол обзора, начинает использовать предплечье и руки. Младенец становится внимателен звуком. Малыш довольно легко узнает голоса знакомых и близких. Отличает их от чужих голосов. Малыш способен узнать маму или бабушку, няню. В общем, человека, который за ним ухаживает длительное время, малыш выделяет его из ряда остальных людей. Малыш старается самостоятельно ворочаться со спины на живот и обратно. Любопытство заставляет кроху больше двигаться и искать возможности все рассмотреть, потрогать, исследовать. Речевые навыки. Речевые навыки в возрасте от трех месяцев до четырех с половиной месяцев. Ребенок играет со звуками. Вокализация используется в общении со взрослыми. Когда ребенок готов к общению, он гулит, улыбается и смеется. Лепечет. Начинает аугукать. Малыш начинает выводить прекрасные песни и рулады. Они иногда могут походить на пение диковинных птиц или разговоры дельфинов. Это так кроха. Пробуют разные звуки, проверяют возможность своего речевого аппарата и голосовых связок. Учится сейчас он произносить и слоги. Вполне возможно, что вы услышите что-то похожее на слово «мама». И хотя это будет не совсем то слово, радуйтесь этому достижению. Поддерживайте беседу. Да, мама. Я мама. А ты, Ваня. Как чудесно мы поговорили. Ваши старания не пройдут даром. Рано или поздно младенец заговорит. И вполне вероятно, что первым словом будет «мама». Советы психологов по развитию ребенка в возрасте от 3 до 4,5 месяцев. Общайтесь с ребенком так, чтобы он почувствовал, что вы его любите, что вы о нем заботитесь. Не давайте ему подолго кричать. Разговаривайте и играйте с ним. Ведите себя естественно и доброжелательно. Но не сесюкайтесь с малышом. Постарайтесь, чтобы ваш разговор вызывал радостную реакцию. Если ребенок никак не может ухватить игрушку, после 3-4 попыток, помогите ему. Вложите игрушку малышу в руки. Гуляйте с малышом на улице. И по дому. Пусть у него будут новые впечатления. Рекомендуется в этом возрасте раскладывать вокруг ребенка различные яркие игрушки, стимулирующие его дотянуться, схватить и потрогать их. Все эти действия совершаются для получения информации о предмете и его качестве. Следует внимательно следить за чистотой окружающего малыша вещей и не запрещать ему исследовать их. Внимательно следите за предметами, находящимися рядом с крохой. Все мелкие, острые и опасные предметы нужно убрать не только от малыша, но и с поля его видимости. Все игрушки с наполнителями для шумового эффекта должны периодически, постоянно проверяться на возможные трещины и сколы. При обнаружении дефекта следует немедленно выбросить игрушку. Маме важно в это время оставаться с ребенком. По возможности повременитесь с выходом на работу. Или по крайней мере старайтесь чаще констрактировать с малышом. Максимально долго кормите грудью, как только предоставится такая возможность. Ночью, утром, вечером. Если вынуждены уходить, оставляйте на видном месте свои портреты. И просите бабушку или няню, постоянно показывать маму или папу на фотографиях. Не забывайте, что для укрепления физического здоровья малыша ему необходимо ежедневно делать массаж. Используйте следующее упражнение. Лежа на спине старайтесь поднять малыша, который ухватился за пальцы взрослого. Между третьим и четвертым месяцем мышцы спины еще недостаточно окрепли. Необходимо сдавать почаще такую нагрузку, чтобы малыш мог быстрее самостоятельно садиться. Ребенок начинает активно двигать ногами. Часто это напоминает движение, крутить педали на велосипеде. Таким образом малыш самостоятельно тренирует мышцы ног. Но, кроме велосипеда, старайтесь двигать ногами в виде ходьбы ножни. Сгибайте и разгибайте ноги в коленях вместе и попеременно. Не оставляйте одного ребенка на столе, кресле и диване. Он уже очень подвижен и вполне способен перевернуться и упасть. Улыбайтесь ребенку. Эта публикация носит научно-популярный характер. По данной тематике написаны сотни книг, снято много видео, защитные десятки диссертаций. Поэтому о всех сторонах данной проблемы рассказать в небольшом видео невозможно. Автор изложил то, что считает важным. Если вы чувствуете, что не справляетесь с ситуацией, то получите поддержку прежде всего от близких или от психологов. Пишите в комментариях или на электронную почту и я обязательно вам отвечу. Помните, консультация бесплатна. А чтобы не пропустить очередной рассказ, не забываем ставить лайки и подписываться на мой канал. Спасибо за внимание. Всем всего наилучшего. Здравствуйте, дорогие друзья. В сегодняшнем видео будут представлены умения и навыки, которые проявляются у младенца в возрасте от 4,5 до 6 месяцев. Также я расскажу и дам советы для родителей. Эти советы помогут родителям лучше понимать малыша, активно строить контакт с ним. Помните, что незначительные задержки или опережение развития ребенка вполне допустимы. Каждый ребенок индивидуален. Психическое развитие ребенка раннего возраста тесно связано с проявлением интереса к окружающей действительности и стремлением познать свойства и качества предметов. Интерес ко всему новому являются основой развития любознательности, а в дальнейшем и познавательной деятельности. Разберем умения и навыки. Малыш уже уверенно держит голову, что позволяет ему приступить к исследованию окружающего мира. Кроха садится и старается сидеть прямо. Малыш умеет контролировать движения головы и рук, позу. Умеет обследовать предметы указательными пальцами. Ребенок в этом возрасте уже осваивает простые движения – доставание, похлопывание, размахивание. Малыш часто повторяет с предметами одно и то же действие. Ребенок способен следить за взглядом взрослого. Он может долго и сосредоточенно следить за предметом в руках у взрослого и узнает любимые игрушки. Младенец способен захватывать игрушку в этом возрасте. У него проявляется не просто крепкая, но и точная охватка. Он уверенно берет приглянувшиеся игрушки и уже тащит их в рот, но не промахивается. Ребенок уже не просто уверенно держит игрушки, но может их перекладывать из руки в руку, ощупывая. Некоторые малыши в этом возрасте уже осваивают такой полезный навык, как ползание. Однако это не обязательно. Есть некоторые, которые и вовсе не желают ползать, а затем эти дети сразу приступают к ходьбе. Разберем речевые навыки. Малыш уже устойчиво связывает многие слова с явлениями и предметами. Он не только поворачивает к вам голову, когда вы зовете его по имени, но и может жестами отвечать на простейшие вопросы. Где мама? Где папа? Ну и так далее. Ребенок и сам начинает осваивать речь. От агуканья переходит к лепету, в котором можно уже различать некоторые отчетливые слоги. Ребенок часто выражает свое удовольствие голосом. Выговаривает гласные буквы. А, О, согласные. Б, Д, М, П. Учится также произносить слоги. Ма, Ай, Та, Па, Агу, Ба. Исчезает вокализация в момент общения с взрослыми. Перейдем к советам психолога по развитию ребенка. Сейчас за малышом нужен глаз да глаз. Ведь он уже освоил технику переворота с животика на спину и снова на живот. Таким колоком он может скатиться с дивана или с кровати. Активно разговаривайте с ребенком. Повторяйте слоги. Реагируйте на речь малыша. Выражайте ему свою любовь. Смотрите вместе с ребенком в зеркало. Играйте в игрушки. Называйте предметы. Учите собирать предметы в коробке. Ребенок должен некоторое время играть самостоятельно. В одиночестве. Показывайте ребенку предметы разной величины и формы. Он будет изучать их с особым интересом. Улыбайтесь ребенку. Это видео является научно-популярным и носит информационный характер. По данной тематике написаны сотни книг. Защищены десятки диссертаций. Поэтому обо всех сторонах данной проблемы рассказать в небольшом видео невозможно. Автор изложил то, что считает важным. Если вы чувствуете, что не справляетесь с ситуацией, то прежде всего нужно получить поддержку от близких или от психолога. Пишите в комментариях или на электронную почту, и я обязательно вам отвечу. Помните, что консультация бесплатна. А чтобы не пропустить очередное видео, не забываем ставить лайки под этим видео и подписываемся на мой канал. Спасибо за внимание. Здравствуйте, дорогие друзья. В сегодняшнем видео будут изложены умения и навыки, которые проявляются младенцам в возрасте от 6 до 8 месяцев. Также будут представлены советы психолога под действием родителей. Эти советы помогут родителям лучше понять малыша, активно строить контакт с ним. Психическое развитие ребенка раннего возраста тесно связано с проявлением интереса к окружающей действительности и стремлением познать свойства и качества предметов. Интерес ко всему новому является основой развития любознательности, а в дальнейшем и познавательной деятельности. Если в первые 6 месяцев жизни можно было говорить о единичных стандартах развития, то ближе к 8 месяцам начинает проявляться разница между детьми. Каждый малыш индивидуальный. Помните, что незначительные задержки или опережения в развитии вполне допустимы. Рассмотрим умения и навыки, которыми должен обладать младенец в возрасте от 6 до 8 месяцев. В период между 6 и 8 месяцами идет усиленное развитие правого полушария мозга. Поэтому левая рука используется малышом чаще правой. Такое поведение ребенка не говорит, что он будет левшой. В большинстве случаев в году дети начинают пользоваться руками в равной степени, а к 3 годам проявляется правая рукость или левая рукость. Заканчивается период, когда кроха долго мог оставаться на одном месте, занятой погремушкой или сном. Теперь ему интересно двигаться. И он старается познавать все, что находится в поле его зрения. Малыш контролирует позу при сидении и пытается встать. Старается ползать или крутиться лежа на животе. Ребенок учится ползать. Некоторые дети к полугоду осваивают не только перемещение по-пластунски, но уже довольно хорошо ползают на четвереньках. Малыш умеет менять позу, опираясь на одну руку. Когда он лежит на животике, он может поднять грудь и опереться на одну ручку, а другой дотянуться до желаемого предмета. Кроха уже пытается себя удерживать в вертикальной позиции и опирается на стопы, но все еще нуждается в материнской поддержке. Поэтому маме нужно придерживать его за подмышки. По мнению специалистов, этапами развития двигательных умений ребенка является последовательность. Сидит, ползет, стоит, идет. Еще раз повторю. Сидит, ползет, стоит, идет. Но не все малыши развиваются по такой схеме. Некоторые дети вначале учатся ходить и только после этого ползают. Если ваш ребенок решил оставить умение ползать на потом, то не стоит его принуждать. Любой из вариантов норма. Раннее освоение навыка ходьбы иногда приводит к небольшому искривлению ног малыша. Если кроха поднялся сам и родители не форсировали события, то к трех годам ноги станут ровными. Но при излишней активности родителей и при принуждении к совершенствованию навыка, может понадобиться помощь ортопеда и специальный массаж. Малыш уже узнает родных и ждет и радуется их появлению. У него возникает реакция на чужих, незнакомых людей. Малыш часто просится на ручки к матери и уже может проявлять ласку и нежность по отношению к своим родителям. Когда в доме присутствуют посторонние, малыш держится уже более уверенно, но все равно крепче прижимается к маме и не выражает особого удовольствия, когда чужие люди проявляют к нему интерес. Ребенок осваивает игры «Ладушка», «Забодаю» и т.д. и т.п., где выполняются, в общем-то, одинаковые действия. Полученные навыки игровой деятельности стимулируют кроху развивать свои умственные способности и речь. Малыш начинает различать предметы на ощупь, манипулирует уже с двумя предметами, учится перекладывать предметы друг в друга. Малютка спокойно перемещает предметы из правой руки в левую и наоборот. Малыш может брать в каждую руку по игрушке и удерживать их долгое время. Ребенок замечает и интересуется мелкими предметами – пуговицами, крошками, перышками и т.д. и т.п. Будьте осторожны, он может подавиться. Играет малыш с куклой, трогает глаза, рот указательным пальцем уверенно. Малыш может найти исчезнувший предмет. Если мама прикроет предмет покрывалом или полотенцем, малыш легко найдет их. Он и сам любит прятать игрушки и заниматься их поиском. Игра в прятки с игрушками хорошо развивает внимание ребенка и стимулирует его двигаться. Ребенок многократно повторяет определенные действия. Например, открывает и закрывает ящик. Малыш может повторять одинаковые действия много раз подряд. В этот период у многих младенцев появляются первые зубики. Чаще всего это нижний резец. Педиатры обычно советуют родителям посетить стомодолога, чтобы убедиться в правильности строения челюсти и нижних уздечек. Этот период обычно сопровождается капризами малыша. Ему больно. Малышу необходимо повышенное внимание со стороны родителей. И во время ночного сна часто бывает пробуждением. Какие речевые навыки? Развитие речи ребенка в этом возрасте строится на двух взаимосвязанных умениях. С одной стороны, это произношение отдельных слогов и звуков, а с другой стороны, понимание речи. Оба эти умения очень важны для появления самостоятельного говорения. Крохо совершенствует слоговые цепочки. Чаще всего можно услышать, как карапуз долго повторяет один и тот же слог, играя с ним, пытаясь добиться его различными способами. Малышу нравится повторять услышанные звуки, и он очень любит голос матери. Крохо легко распознает голоса близких людей, даже если они находятся вне зоны видимости. Понимает интонации, сердитая, радостная, грустная. Развивается лепетное говорение. Малыш учится прислушиваться к речи взрослого. Он вокализирует при игре. Часто повторяются получающие слоговые цепочки. Ребенок совершенствует возможности своего речевого аппарата. Малыш произносит слоги. Ба, да, агу, аа. Сочетание друг с другом и по отдельности. Уже отчетливо можно слышать. Слышать мама, мама, баба. Если часто показывать малышу, как звучат разные слоги, то достаточно быстро он может сказать папа, биби, коко и так далее и тому подобное. Это происходит на подсознательном уровне. И никакой смысловой нагружки такие слова еще не несут. Но это еще не наполненные смыслом слова, а звуки, которые очень нравятся ребенку. Указывайте на себя и говорите «мама», «папа». Постепенно головной мозг ребенка соединит звук и образ. Владенец пытается понять смысл слов взрослых. Ребенок уже хорошо понимает значение простых вопросительных слов. Услышав вопрос «де», начинает искать названный предмет. И на вопрос «кто» показывает пальчиком на знакомого человека. К восьми месяцам малыш уже хорошо ориентируется в своих игрушках и может без ошибки указать необходимую. Советы психолога для развития ребенка. Говорите с ребенком о том, что происходит вокруг в данный момент. Обращайте внимание на предметы, которые вас окружают. Рекомендуется как можно чаще разговаривать с крохой лицом к лицу, четко произнося звуки. Исключите щуканье. Предлагайте повторить за вами простые слоги и звуки. Разговаривайте с карапузом, используя интонацию, мимику, жесты. Чем ярче и насыщеннее будет ваша речь, чем легче малышу будет ее понимать. Играя с малышом, не только называйте предметы, но и рассказывайте об их предназначении. Описывайте внешний вид. Хорошо в этом возрасте предлагать не только изучать окружающие предметы, но и показывать изображения в книжках и на картинках. Чем больше вы будете разговаривать, чем быстрее ребенок заговорит. Полезные игры с предметами, которые имеют различные формы и тексты. Можно наполнить несколько мешочков разными видами крупами и бобовых по солью, горохом, рисом, морской солью и дать малышу пощупать предметы. Игры с пуговицами, камушками, другими мелкими деталями способствуют развитию моторики младенца. Но вам нужно все время находиться рядом и быть очень внимательным, чтобы ребенок не засунул предмет в нос или в рот. Побуждайте ребенка к действиям. Покачивай головой, похлопай, возьми, похлопай в ладоши. Рассматривайте книжки и рассказки. Красочные книжки с крупными и яркими иллюстрациями. Эти книжки очень нравятся детям. Они с удовольствием их будут листать и слушать, как мать ему читает детские сказки и стишки. У детей, которые с пеленкой читали сказки, быстрее развиваются речевые способности. И они произносят первое осмысленное слово более в раннем возрасте. Показывайте малышу, как включается свет, крутится ручка и так далее. Учите ребенка пить из чашки. Ребенок на восьмом месяце жизни нуждается в дополнительных упразднениях на укреплении мышц тела. Обычно применяется утренняя гимнастика и два-три раза с малышом занимается в течение дня. Для проведения гимнастики необходимо бодрое и веселое настроение крохи. После еды должно быть пройти минимум 30 минут. До сна дневного или ночного около 30 минут. Температура в помещении должна быть около 22 градусов, но не выше. Хорошо способствует развитию двигательных навыков первые активные игры. Можно прятать игрушки, катать мяч, просить сползать за определенным предметом. К ежедневному общему массажу добавьте массаж пальчиков, который помогает развивать мелкую моторику и положительно сказывается на развитии. Игры в сороку-воронку, ладушки, кыш, полетели на головку, сели, ладушки и так далее и тому подобное не только поднимут настроение вам и малышу, но и беспечат нормальное развитие ребенка. Хвалите ребенка, если он смог освоить навык, но ни в коем случае нельзя упрекать малыша, что если что-то у него не получается. На восьмом месяце жизни ребенок начинает искать границы дозволенного. Карапуз защипается, тянет за волосы, пытается достать и изучить все окружающее. Пора начинать процесс воспитания. Крохо уже хорошо ориентируется в эмоциях. Изменение выражения маминого лица и интонации подсказывает ему, правильно ли он поступает. Любое действие, причиняющее вам или другим взрослым боль, угрожающее жизни и здоровью ребенка, должно пресекаться. В большинстве случаев достаточно просто отвлечь его другим интересным занятиям. Но если малыш серьезно настроен на достижение поставленной цели, стоит запретить ему это делать, используя интонацию голоса или выражение испуга. Хорошо в этот период вынести на семейный совет вопрос о запретах для ребенка. Чтобы малыш в будущем вел себя правильно, запрет должен поддерживаться всеми членами семьи. В вопросе воспитания ребенка недопустимо, чтобы кто-либо из взрослых членов семьи нарушал установленные правила. Владельцы и дети нуждаются в четком понимании разрешенных и запрещенных действий. Если вы договоритесь о правилах на восьмом месяце жизни ребенка, то вам будет проще впоследствии регулировать поведение малыша. Введение первых правил в жизни ребенка требует неукоснительного выполнения их всеми членами семьи. Никакие требования и плач не должны вынудить вас сдаться. Одновременно разрешив, однократно разрешив нарушить правила, вы покажете крохе способ обойти запрет. Рекомендуется спокойно реагировать на попытки малыша добиться желаемого. Скажите свое четкое твердое нет и предложите альтернативу. Запомните, в этом возрасте безопасность ребенка превыше всего. Не думайте, что какой-либо предмет не заинтересует карапуза или он не сможет его достать. Развитие идет очень быстро, но чтобы избежать беды, ее нужно предупредить. Проверьте зону активности ребенка. Кровать, манеж, пол и т.д. На отсутствие опасных, острых, ядовитых предметов. Все, что малыш видит перед глазами, должно быть безопасно. Недопустимо хранение духов, одеколонов, косметики, шампуни, кандидонеров, лекарственных средств и т.д. и т.п. в поле зрения ребенка. Приобретите специальные заглушки для электрических розеток, находящихся в открытых и доступных местах. Острые углы мебели закройте плотной тканью или мягким материалом. Уберите все мелкие бьющие предметы. Ваш малыш с каждым днем меняется. Старайтесь сделать как можно больше фотографий своего малыша, ведь он так быстро растет. Больше видео, больше фотографий. И не забывайте контролировать свое собственное поведение в присутствии ребенка. Малыш копирует поведение находящихся рядом с ним взрослых, примеряя на себя жесты, мимику и поведение. Доброжелательная атмосфера, размеренный образ жизни и спокойные родители – залог формирования крепкой нервной системы здорового психического развития адекватного ребенка. Чаще улыбайтесь ребенку. Эта публикация является научно-популярной и носит информационный характер. По данной тематике написаны сотни книг, снято много видео и защищены десятки диссертаций. Поэтому обо всех сторонах данной проблемы рассказать небольшое видео невозможно. Автор изложил то, что считает важным. Если вы чувствуете, что не справляетесь с ситуацией, то прежде всего надо получить поддержку от близких или от психологов. Пишите в комментариях или на электронную почту, я обязательно вам отвечу. Напоминаю, консультация бесплатна. А чтобы не пропустить очередное видео, не забываем ставить лайки под этим видео и подписываться на мой канал. Спасибо за внимание. До скорых встреч. Здравствуйте, дорогие друзья. В данном видео будут изложены умения и навыки, которые проявляются у младенца в возрасте от 8 до 10 месяцев. Также будут представлены советы по действиям родителям. Эти советы помогут родителям лучше понять малыша и активно строить контакт с ним по его воспитанию. Психическое развитие ребенка раннего возраста тесно связано с проявлением интереса к окружающей действительности, стремлением познать свойства и качества предметов. Интерес ко всему новому является основой развития любознательности, а в дальнейшем и познавательной деятельности. Каждый малыш индивидуален. Помните, что незначительные задержки и опережения вполне допустимы. Рассмотрим навыки и умения, которыми должен обладать малыш в возрасте от 8 до 10 месяцев. В течение данного периода совершенствуется контроль позы при стоянии и ребенок начинает делать первые шаги. Можешь сесть без поддержки из положения стоя. Многие дети уже хорошо ползают и ребенок может доползти уже куда угодно. Поэтому родителям следует принимать меры безопасности. Ребенка в 10 месяцев нужно научить слезать с дивана, поворачиваться попой к краю и спускать ножки. Малыш все рассматривает. Узоры на ковре, цветы на клеенке и так далее. У малыша возникают манипуляции с предметами. Например, держит двумя ручками чашку, одной ложку, катание мяча, нажимание кнопки звонка, вкладывание коробочек друг к другу, самостоятельное использование бутылочки, вращание различных деталей. Малыш полностью освоил щипковое хватание, хватание двумя пальчиками. Временами ребенок предпочитает какую-то одну руку, но не следует отучать малыша пользоваться той рукой, которую он предпочитает. А левше будет отдельное видео. Посмотрите его, пожалуйста. В конце периода ребенок общается с помощью жестов, произнося определенные звуки и откликается на свое имя. Поднимает руки, показывая «возьми меня». Оживляется при посторонних. Малыш копирует движения взрослых, открывает и закрывает шкафчики и выдвигает ящики в комоде. У малыша проявляется интерес к мелким предметам. Ребенок может бесконечно долго махать игрушкой и брать именно ту, которую желает. Он расталкивает и перекладывает множество предметов. Перейдем к речевым навыкам. Ребенок начинает понимать значение некоторых слов. Произношение первых слогов становится внятным и четким. Выражение эмоционального отношения к своеобразными звукосочетаниями. Речь малыша должна быть эмоционально окрашена, а не монотонна. Малыш произносит слоги или короткие слова и понимает значение нескольких слов. Ребенок в 10 месяцев должен попытаться повторять за взрослым около 8 слов. Малыш также должен уметь привлекать в себе внимание голосом, лепетом или используя жесты. Помахать рукой, пока-пока покачать головой нет. Переходим к советам от психолога. По-прежнему, разговаривая с ребенком, произносите одни и те же слоги, фразы, небольшие стихотворения. Не сисюкайтесь с малышом, разговаривайте ласковым, спокойным голосом. Занимаясь с ребенком, читайте ритмичные стихи. Это развивает речевые навыки. Слова должны соответствовать действиям, которые выполняет взрослый. Когда ребенок говорит, попытайтесь понять, что он имеет в виду. Радуйтесь вместе произношению отдельных звуков. Восьми месяцем ребенок становится довольно разговорчивым и шумным существом. Он много гулит и редко плачет. Это период, когда надо плотную подойти к развитию речи малыша. Мы продолжаем называть предметы ребенку, прогнося по слогам каждое слово. Ли-са. Ма-ма. Па-па. Психологи отмечают, что лепетание взрослых задерживает развитие ребенка. Также задерживает развитие речи, если родители постоянно возятся и разговаривают с малышом, а у него самого не возникает желания или нет возможности что-либо произнести. Разбрасываемые ребенком игрушки необходимо возвращать на место для того, чтобы он мог продолжить заниматься этой игрой. К восьми-десяти месяцам пора показывать ребенку, как складывать пирамидку и перекладывать кубики из одной коробки в другую. Также малышу нравится таскать и поднимать большие предметы. Следите, чтобы они были безопасными. Мяч, диванная подушка, мягкая игрушка. К году малыш уже должен понимать, как собирать пирамидку. Ничего страшного, если он не собирает ее сам. И как найти вторую половинку разрезанной открытки. Также полезны игры с кубиками. К концу первого года можно уже строить несложные башенки из двух-трех кубиков. Поначалу малыш будет смотреть не на кубики, а на взрослого. Ведь он сразу учится и строить, и играть, и общаться. Поэтому необходимо разговаривать с ним, хорошо произнося каждый слог. Стоит обратить внимание на размеры кубиков, колец или других одинаковых по форме игрушек. Произнося большой кубик, маленький кубик. Начните прослушивать с ребенком сказку, записанную на любой аудионоситель. Начало малыша не будет обращать внимания на запись. Но через некоторое время, если вы будете слушать запись каждый день в течение 15 минут, он начнет гулить и интересоваться источником звука. Главное условие этих прослушиваний – ваше нахождение рядом с ним в момент прослушивания. Так считает известный специалист Бенджамин Спок и многие другие специалисты. Ведь именно вы являетесь человеком, через который ребенок начинает понимать речь и учиться говорить. Желательно, чтобы аудиозапись была со сказкой, подобранной вами. И она была также с музыкальным оформлением и различными интонациями. Текст пока не имеет особого значения. Научите малыша отвечать на вопрос «Где картина?» и смотрите в сторону картины. Малыш должен научиться прослеживать, следить за вашим взглядом. Вместо картины может быть любой другой предмет. Покажите глаза и игрушки. Игра для ребенка воспринимается как реальность. Малыша в этом возрасте очень легко расстроить, забрав и спрятав игрушку. Всего лишь с целью игры. Предоставьте малышу простор для пользования. Но помните, безопасность ребенка превыше всего. Не думайте, что какой-либо предмет не заинтересует карапуза. Или он не сможет его достать. Развитие идет очень быстро. Но чтобы избежать беды, нужно ее предупредить. Проверьте зону активности ребенка. Кроватка, манеж, пол и так далее и тому подобное. Все вокруг, на отсутствие явных, опасных, острых, ядовитых предметов. Все, что малыш видит перед глазами, должно быть безопасно. Недопустимо хранение дуков, одеколонов, косметики, шампуней, кондиционеров, лекарственных средств и так далее и тому подобное в поле зрения ребенка. Приобретите специальные заглушки для электрических розеток, находящихся в открытых и доступных местах. Острые мебели закройте плотной тканью или мягким материалом. Уберите все мелкие, бьющие предметы. Следите за чистотой в доме. Уберите все опасные предметы повыше. Обеспечьте крохи полную безопасно. Объясните ребенку, что есть вещи, которые нельзя трогать, потому что они опасны. В розетке ток, чайник горячий. Ваш малыш подрос, но массаж все еще является для него развивающим. Так что не ленитесь и занимайтесь массажем. Делайте гимнастику и массаж ребенку каждый день. Упражнения для развития ползания и ходьбы. Приседания и вставания с поддержкой. Ходьба на четвереньках. Ходьба с поддержкой за ручки. Сгибания и разгибания ножек в положении лежа. Внимательные отношения, терпение, радость помогут контакту с малышом. Ваш малыш с каждым днем меняется. Старайтесь делать как можно больше фотографий и видео своего малыша. Ведь он так быстро растет. Нельзя обижать ребенка. Нельзя оскорблять ребенка. Он еще многого не понимает. Но детские обиды забываются гораздо дольше. К тому же негативные эмоциональные потрясения тормозят психическое развитие малыша. Улыбайтесь ребенку. Это видео является научно популярным и носит информационный характер. По данной тематике написаны сотни книг. Снято много видео, защищены десятки диссертаций. Поэтому о всех сторонах данной проблемы рассказать небольшое видео невозможно. Автор изложил то, что считает важным. А если вы чувствуете, что не справляетесь с ситуацией, то прежде всего необходимо получить поддержку от близких. Или обратитесь к психологу. Пишите в комментариях или на электронную почту. Я обязательно вам отвечу. Помните, консультация у меня бесплатна. Чтобы не пропустить очередной рассказ, не забываем ставить лайки под этим видео и подписываемся на мой канал. Спасибо за внимание. Не забываем подписаться на мой канал. До встречи. Здравствуйте, дорогие друзья. В сегодняшнем видео будет изложены умения и навыки, которые появляются у младенца в возрасте от 10 до 12 месяцев. Также будут представлены советы психолога под действием родителей. Эти советы помогут родителям лучше понять малыша и активно строить контакт с ним. Психическое развитие ребенка раннего возраста тесно связано с проявлением интереса к окружающей действительности и стремлением познать свойства и качества предметов. Интерес ко всему новому является основой развития любознательности, а в дальнейшем и познавательной деятельности. Помните, каждый малыш индивидуален. Незначительные задержки или опережения вполне допустимы. Рассмотрим навыки и умения, которые должны быть у малыша в возрасте от 10 до 12 месяцев. Увеличивается подвижность ребенка. Многие дети начинают перемещаться по комнате, квартире. Пользуясь помощью взрослых, малыш с удовольствием ходит и следует окружающий мир. Малыш хочет делать все самостоятельно. Ребенок старается обследовать все, что попадает под руку. Большинство детей очень любит играть с водой. Малыш все ощупывает, переворачивает, подносит к рту, опрокидывает, катает зад и вперед, бросает, просовывает в пальцы маленькие отверстия и так далее и тому подобное. Ребенок проявляет интерес к книгам, рассматривает, переворачивает страницы. Малыш ищет потерянные предметы. Кроха радуется одобрению близких людей. Малыш может позвать на помощь. Малыш пытается манипулировать взрослыми при помощи крика и плача, стремясь всеми силами добиться желаемого, отстоять свою позицию. У ребенка заметен прорыв в умственном развитии. Кроха уже хорошо умеет проявлять свои эмоции и не стесняется это делать. Поэтому, понимая невозможность совершить то или иное действие, он злится, кричит и плачет. Малыш может расплакаться, видя слезы другого ребенка и рассмеяться в ответ на смех другого человека или на ваш смех. Малыш может помахать рукой на прощание. Но помните, дети в этом возрасте не любят оставаться одни. В 10 месяцев у большинства детей 6 зубов. В норме в году у ребенка появляется 8 зубов. Особенное внимание требует отсутствие первых зубов 10 месяцев. Следует обратиться к педиатру и детскому стоматологу. Возможно, не хватает витамина D или кальция. Чистка зубов в этом возрасте должна стать обязательной. Следует очищать поверхности зубиков каждый день два раза. Утром и вечером. При помощи щетки, но без пользования зубной пасты. Рассмотрим речевые навыки, которые должен владеть малыш в возрасте от 10 до 12 месяцев. У малыша появляются первые слова, которые понимают только близкие. Малыш может произнести четко простые слова. Увеличивается количество слов, которые ребенок понимает. Например, «на», «возьми», «папа», «мама». Кроха начинает имитировать звуки животных и техники. Советы психологам. Родителям надо учиться понимать своего ребенка и поддержать в нем ощущение любви и заботы. На 12-м месяце жизни с малышом может случиться истерика. Добивая желаемого, он может источник кричать, падать на пол, стучать ногами и т.д. В такой ситуации не стоит повышать голос в ответ или наказывать малыша. Необходимо спокойно дождаться окончания истерики и спокойно объяснить причину запрета. Говорите с малышом просто и ясно. Когда вы рассматриваете картинки, показывайте, что нарисовано и задавайте вопросы «где» или по вопросу «покажи». Научить ребенка показывать на части вашего или собственного тела – нос, глаза и т.д. Также его необходимо научить показывать стол, лампу, цветы, картину, ну и другую обстановку. Постепенно учите ребенка общаться с чужими людьми, не оставляйте его надолго одного. Необходимо как можно раньше дать понять ребенку, что для него опасно. Обеспечьте его свободное передвижение, но спрячьте вещи, которые нельзя трогать. Следите за чистотой в доме, уберите все опасные предметы. Обеспечьте кроху, крохи полную безопасность. Помните, безопасность ребенка превыше всего. Не думайте, что какой-либо предмет не заинтересует малыша. Или он не сможет его достать. Развитие малыша в этом возрасте идет очень быстро. И чтобы избежать беды, нужно ее предупредить. Проверьте зону активности ребенка. Кроватку, манеж, пол и все вокруг. На отсутствие опасных, острых, ядовитых предметов. Все, что малыш видит перед глазами, должно быть безопасно. Недопустимо хранение духов, одеколонов, косметики, шампуни, кондиционеров, лекарственных средств и другого поля зрения ребенка. Приобретите специальные заглушки для электрических розеток, находящихся в открытых и доступных местах. Острые углы мебели закройте плотной тканью или мягким материалом. Уберите все мелкие и бьющие предметы. Объясняйте ребенку, что есть вещи, которые нельзя трогать, потому что они опасны. В розетке ток, в чайник горячий и так далее и тому подобное. Делайте физическую гимнастику и массаж ребенку каждый день. Внимательное отношение, терпение, радость помогут контакту с малышом. Ваш малыш каждый днем меняется. Старайтесь делать как можно больше фотографий и видео своего малыша. Ведь он так быстро растет и ничего не вернется, изменения происходят практически мгновенно. А главное, улыбайтесь чаще ребенку. Это видео является научно популярным и носит информационный характер. По данной тематике написано сотни книг, снято много видео, защищены десятки диссертаций. Поэтому обо всех сторонах данной проблемы рассказать в небольшом видео невозможно. Автор изложил то, что считает важным. Если вы чувствуете, что не справляетесь с ситуацией, обратитесь прежде всего за помощью и поддержкой к близким или к психологу. Пишите им в комментариях или на электронную почту. И я обязательно вам отвечу. Помните, консультация бесплатна. А чтобы не пропустить очередное видео, не забываем ставить лайк под этим и подписывайся на мой канал. Спасибо за внимание. До скорых встреч. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы поговорим о том, как развиваются младенцы в возрасте от 12 до 15 месяцев. Мы рассмотрим навыки и умения, которые появляются у крохи к определенному периоду развития. Также я представлю вам советы под действием родителей для того, чтобы это развитие шло успешно. Эти советы помогут вам понять лучше малыша, активно строить контакты с ним. Но прежде всего запомните. Каждый малыш индивидуальный. Помните, что незначительные задержки или опережения вполне допустимы. Умения и навыки, которые малыш может выполнять в возрасте от 12 до 15 месяцев. Малыш, первое, прежде всего. Малыш ходит без поддержки. Стал прямоходящим существом. И пробует разные варианты походки. Кроме того, ребенок уже начинает заползать вверх-вниз по ступенькам. Кроха способен выполнять движения. Встал, пошел, пополз. Малыш умеет использовать расческу, посуду, зубную щетку, открывать, закрывать шкафы, бросать мяч руками. Появляются и возникают ассоциации по цвету, мягкости. Ребенок-киса – это пушка, воротник, игрушка и так далее и тому подобного. Ассоциации по цвету, мягкости. В возрасте от 12 до 15 месяцев до ребенка должны быть сформированы следующие речевые навыки. Малыш произносит 4-5 понятных слов. Использует согласные. Б, К, Д, Т. Малыш произносит короткие слова. И произносящие слова частично произносят слова. Мяч может произносить как «мя», может показывать жестами «да», «нет». Кроха уже знает имена близких, выполняет простые указания, смеется над веселыми картинками. Что можно посоветовать для развития ребенка в возрасте от 12 до 15 месяцев? Общение должно быть доброжелательным. Играйте в мяч, в звуки. Играйте в звуки. Например, как говорит собачка – гав-гав-гав. Катайте малыша на плечах. Следите за тем, чтобы он не залез на высокие предметы или мебель и не упал с них. Особое место игры – кухня. Будьте внимательны. И наблюдайте за его игрой в повара. Учите малыша самостоятельно одеваться и раздеваться. Начинайте обучать ребенка слову «нельзя». И всегда объясняйте, почему нельзя. Играя с малышом, говорите. Говорите как можно больше. Необходимо как можно раньше дать понятие ребенку, что для него опасно. Обеспечите его свободное передвижение, но спрячьте вещи, которые трогать нельзя. Ваш малыш с каждым днем меняется. Старайтесь сделать как можно больше фотографий своего малыша. Ведь он очень быстро растет. Необходимо как можно раньше дать понять ребенку, что для него опасно. Следите за чистотой в доме. Уберите все опасные предметы. Это обеспечит крохе полную безопасность. Помните, безопасность ребенка превыше всего. Не думайте, что какой-либо предмет не заинтересует крапуза, и он не сможет достать его. Развитие идет очень быстро. Но чтобы избежать беды, вам необходимо ее предупредить. Проверьте зону активности ребенка. Кроватку, манеж, пол и так далее. Проверьте на отсутствие опасных, острых, ядовитых предметов. Все, что малыш видит перед глазами, должно быть безопасным. Недопустимо хранение духов, одеколонов, косметики, шампуней, кондиционеров, лекарственных средств и так далее. В поле зрения ребенка. Приобретите специальные заглушки для электрических розеток, находящихся в открытых и доступных местах. Острую иглу мебели закройте плотной тканью или мягким материалом. Уберите все мелкие, вьющиеся предметы. Объясните ребенку, что есть вещи, которые нельзя трогать, потому что они опасны. В розетке ток, в чайник горячий и так далее. Каждый день делайте гимнастику и массаж ребенку. Внимательные отношения, терпение, радость помогут контакту с малышом. Ваш малыш с каждым днем меняется. Делайте как можно больше фотографий этого и снимайте как можно больше видео, как растет ваш малыш. А самое главное, улыбайтесь ребенку, как можно больше улыбайтесь. Эта публикация является научно-популярной и носит информационный характер. По данной тематике, конечно, написано сотни книг, снято много, видеозащитные десятки диссертаций. Поэтому обо всех сторонах данной проблемы рассказать в небольшом видео невозможно. Автор изложил, что считает важным. Но если вы испытываете сложности, рекомендую обратиться к психологу. Пишите в комментариях или на электронную почту. И я обязательно вам отвечу. Напоминаю, что консультация бесплатна. А чтобы не пропустить очередное видео, не забываем ставить лайки под этим видео и подписывайтесь на мой канал. Спасибо за внимание. До свидания. Здравствуйте, дорогие друзья. В этом видео будут изложены умения и навыки, которые появляются у младенца в возрасте от 15 до 18 месяцев. Также будут представлены советы психолога по действиям родителям. Эти советы помогут родителям лучше понимать своего малыша и активно строить контакт с ним. Психическое развитие ребенка раннего возраста тесно связано с проявлением интереса к окружающей действительности и стремлением познать свойства и качества предметов. Интерес ко всему нового является основой развития любознательности, а в дальнейшем и познавательной деятельности. Каждый малыш индивидуален. Помните, что незначительные задержки или опережения в развитии вполне допустимы. Расмотрим навыки и умения, которыми должен обладать малыш в возрасте от 15 до 18 месяцев. Малыш понимает простую речь. Уже может ходить по кругу. Возвращается назад. Останавливается, чтобы поднять игрушку. Карабкается на мебель. Карапуз может открывать ящики. Бросает мяч всей рукой. Кроме того, малыш уже может макать в молоко сухарики. Сортирует предметы по форме. Составляет пирамидку. Составляя пирамидку, учитывает размеры колец и других предметов. Малыш может находить знакомые картинки в книжке, показывать знакомых животных на улице и дома в книжке. Малыш меньше беспокоится, если остается один. Малыш может также мысленно воспроизвести образ человека, когда того нет дома рядом. Какими же речевыми навыками должен обладать ребенок в возрасте от 15 до 18 месяцев? Он должен говорить от 10 до 20 понятных всем слов. Он уже использует полные слова. Составляет два простых слова. Например, ба-ба, ба-ба. Составляет простые предложения. Иди, пока-пока. Малыш лепечет на своем языке и прекрасно понимает слова, такие как «вниз», «вверх», «из», «горячо» и другие слова. Рассмотрим советы психолога. Играйте с ребенком в пирамидку и кубики. Пусть ребенок вам показывает части тела. Вместе танцуйте под музыку. Играйте в прятки и салочки. Игра рожицы очень поможет развить мимику ребенка. Он должен копировать вашу мимику. Рисуйте для малыша и вместе с ним. Это развивает речь и воображение. Пойте для него и вместе с ним. Особенно, когда чем-либо вместе занимаетесь. Говорите о том, что делаете. Но не говорите слишком много такой речи, за которой малышу сложно уследить. Необходимо как можно раньше дать понять ребенку, что для него опасно. Обеспечьте его свободное передвижение. Но спрячьте вещи, которые нельзя трогать. Ваш малыш с каждым днем меняется. Старайтесь сделать как можно больше фотографий своего малыша. Снимайте больше видео. Малыш так быстро меняется. И так быстро растет. Необходимо как можно раньше дать понятие ребенку, что для него опасно. Еще раз. Объясните ребенку, что для него опасно. Что есть вещи, которые нельзя трогать, потому что они опасны. В розетке ток, чайник горячий и так далее и тому подобное. Обеспечьте его свободное передвижение по квартире, дому. Но спрячьте вещи, которые ему трогать еще нельзя, которые для него опасны. Следите за чистотой в доме. Убирайте все опасные предметы повыше, подальше. Обеспечьте крохи полную безопасность. Безопасность ребенка превыше всего. Не думайте, что какой-либо предмет не заинтересует карапуза. Или он не сможет его достать. Развитие идет очень быстро. И чтобы избежать беды, нужно ее предупредить. Проверьте зону активности ребенка. Кроватку, манеж, пол и так далее и тому подобное. Места на отсутствие опасных, острых, ядовитых предметов. Все, что малыш видит перед глазами, должно быть безопасно. Недопустимо хранение духов, одеколонов, косметики, шампуни, кондиционеров, лекарственных средств и так далее в поле зрения ребенка. Приобретите специальные заглушки для электрических розеток, находящихся в открытых и доступных местах. Острые углы мебели, закройте плотной тканью или мягким материалом. Уберитесь, прячьте, закройте все мелкие и бьющие предметы. Для физического разбития ребенка не забывайте делать физическую гимнастику и массаж ребенку каждый день. Внимательные отношения, терпение, радость помогут контакту с малышом. Ваш малыш с каждым днем меняется. Старайтесь делать так, как можно больше фотографий и видео своего малыша. Ведь он так быстро растет. Улыбайтесь ребенку. Эта публикация, это видео является научно-популярной и носит информационный характер. По данной тематике написаны сотни книг, снято много видео, защищены десятки диссертаций. Поэтому обо всех сторонах данной проблемы рассказать в небольшом видео невозможно. Автор изложил то, что считает важным. Если вы чувствуете, что не справляетесь с ситуацией, то прежде всего нужно получить поддержку от близких или от психолога. Пишите в комментариях или на электронную почту. Я обязательно вам отвечу. Помните, консультация бесплатна. А чтобы не пропустить очередное видео, не забываем ставить лайки под этим видео и подписываться на мой канал. Спасибо за внимание. До скорых встреч. Здравствуйте, дорогие друзья. В сегодняшнем видео будут изложены умения и навыки, которые появляются у младенца в возрасте от 18 до 24 месяцев. Также будут представлены советы психолога по действиям родителей. Эти советы помогут родителям лучше понять малыша и активно строить контакт с ним. Психическое развитие ребенка раннего возраста тесно связано с проявлением интереса к окружающей действительности и стремлением познать свойства и качества предметов. Интерес ко всему новому является основой развития любознательности, а в дальнейшем и познавательной деятельности. Каждый ребенок индивидуален. Помните, что незначительные задержки или опережения вполне допустимы. Рассмотрим навыки и умения, которые должен обладать ребенок в возрасте от 18 до 24 месяцев. Ребенок раздумывает перед действием. Он понимает речь, приблизивая к повседневной. Ребенок бегает, смотрит под ноги на возможные препятствия. Ребенок может подпрыгивать на месте и прыгает вперед. Ходит ступеньком без помощи родителей или других взрослых людей. Может открывать двери. Ребенок научился разворачивать отвертки конфет. Начинает снимать одежду и моет руки. Малыш строит башню из шести кубиков. Карапуз играет с листом бумаги. Малыш может мысленно представить себе задачу, а потом ее выполняет. Старается рисовать линии и кружочки. Учится рассуждать. Уже способен выполнить двухступенчатые задания. Иди, принеси кружку. Способен гневаться, кричит, кусает, хнычит. Рассмотрим речевые навыки, которым должен владеть малыш в возрасте от 18 до 24 месяцев. Он уже внятно и четко говорит от 20 до 50 понятных слов. Пытаясь произносить слова, состоящие из нескольких слогов. Отвечает на простые вопросы. Что делает собачка? Составляет предложения из трех слов. Говорит мало, но уже понимает все. Любит загадочные слова. Вертолет или самосвал, который может произносить, естественно, с ошибками. Малыш поет. Советы психолога для родителей. Пусть ребенок помогает вам по дому. Больше с ним занимайтесь гимнастикой. Читайте вместе книжки с картинками. Время от времени оставляя ребенка одного. Разрешайте малышу переставлять мебель, стулья, ящики и так далее и тому подобного. Помогайте ему наводить порядок в доме. Продолжайте вместе рисовать. Побуждайте ребенка выражать свое настроение. Тебе весело? Как ты себя чувствуешь? Ваш малыш с каждым днем меняется. Поэтому старайтесь делать как можно больше фотографий и видео своего малыша. Ведь он так быстро растет. Необходимо как можно раньше дать понять малышу, что для него опасно. Обеспечьте его свободное передвижение. Но спрячьте вещи, которые нельзя трогать. Ваш малыш постоянно меняется. Следите за чистотой в доме. Уберите все опасные предметы. Уберите их повыше или вообще закройте. Это обеспечит крохе полную безопасность. Потому как безопасность ребенка превыше всего. Не думайте, что какой-либо предмет не заинтересует карапуза или он не сможет его достать. Развитие у ребенка идет очень быстро. И чтобы избежать беды, нужно ее предупредить. Проверьте. Проверьте зону активности ребенка. Кроватка, манеж, пол и т.д. На отсутствие опасных острых ядовитых предметов. Все, что малыш видит перед глазами, должно быть безопасно. Недопустимо хранение духов, одеколонов, косметики, шампуни, кондиционеров, лекарств и других химикатов в поле зрения ребенка. Приобретите специальные заглушки для электрических розеток, находящихся в открытых и доступных для ребенка местах. Острые углы мебели закройте плотной тканью или мягким материалом. Уберите мелкие и бьющие предметы. Внимательное отношение, терпение, радость помогут контакту с малышом. Улыбайтесь ребенку. Это видео является научно-популярным и носит информационный характер. По данной тематике написаны сотни книг, снято много видео и защищены десятки диссертаций. Поэтому во всех сторонах данной проблемы рассказать в небольшом видео невозможно. Автор изложил то, что он считает важным. Если вы чувствуете, что не справляетесь с ситуацией, то прежде всего нужно получить поддержку от близких или от психолога. Пишите в комментариях или на электронную почту. Я обязательно вам отвечу. Консультация бесплатна. А чтобы не пропустить очередное видео, не забываем ставить лайки под этим и подписываемся на мой канал. Спасибо за внимание. До скорых встреч. До встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова